Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды. Забираем с тобой награды. Почему-то здесь как-то странно. Загрузка прошла и в то же время как будто бы не прошла. Да? Но самое главное, что я зашел в игру. Потому что я два дня, ребята, не мог в нее вообще зайти. При обновлении игры происходила ошибка. И все, и ничего я не мог сделать. Вроде ничего не изменилось, все как было, да? Так и осталось. Так, сколько у нас жетонов? 490. А нам нужно 710. Нам еще дофига копить. Так, тут у нас я смотрю телепорты. А где я нахожусь в данный момент? Лига Сегунов 1 звезда. Ребята, сегодня, не забывайте, суббота. Я за эти дни должен попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Кровь из носу. Как это сделать, я ума не приложу. Но это нужно делать. Это нужно делать. В общем, будет очень много серий у нас за эти мои выходные. Сплошь до понедельника, друзья мои. Да. А что я взял Криса Брэдфорда? У него нет массовой атаки. Мне нужен массовик-затейник. Только лишь он мне поможет здесь. Так, Змейка Вьюна я брать не хочу. Уже один раз он оплашал. Поэтому давай вот так, наверное, сделаем. Через железноголовую, но у него с инцитивой. Не очень все гуд. Так, попробуем. Что это, а? Что это, друзья, было? Так, Дони, конечно, надо вырубать в первую очередь Донателло. У-у-у-у-у-у-у. А ты? Давайте еще не... Ну все, хотя бы не будет у них хила. Хотя бы у них не будет хила. Так, давай-ка бросим туда гранаты им в толпень. Так, ну Ванька упал. Это тоже уже хорошо, ребята. Окей. Такс, а если я сделаю провокацию? Если я сделаю провокацию и буду их потихонечку вот так вот бомбить уже. Замечательно. Все равно были огромные, ребята, риски. Да, железноголовый, конечно, мощный, 80 уровня. Но, ты видишь, чуть-чуть бы и нас тут разобрали. Потому что не было вспомогаловки. Вот и все. Вот тебе весь результат. Так, 18-я позиция. Отдадите мне 15-21. Скажут, еще чего. Размечтался 15-21. Дай бог, что тебе дают вообще 15-20. И радуйся этому. Ладно, я возьму Макмана, соточку. И вместе с ним у меня пойдут Рокстеди, наши Маузеры и Кожеголовы вместе еще с одним Рокстеди. В принципе, здесь ну, весь расчет идет, конечно же, на нашего Макмана, на его смертельный ураганчик. Мусорный. Мусорная торнадо. Ну, в принципе, он справился с поставленной задачей. И Маузеры не подвели меня на добивки. Так, ну что, я думаю, что сейчас мы уже перейдем все-таки в Лигу Сегуна 2 звезды, надеюсь на это. Ну? Вы издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь, да? Они издеваются. Так, ищем 15-20. Нашли. Берем Бакстера Стокмана. У нас 40 откатов. Пока трогать я их не собираюсь. Это уже пойдет, как говорится, когда мы до Лиги Мастеров поднимемся. Тяжело, конечно, сейчас будет, ребят, подниматься. Очень тяжело. За два дня много чего упущено, времени. Как мы будем наверстывать? Все, ума не приложу. Так, отлично. Кейси Джонс все-таки подбил своим этим флакончиком для граффити. Ну, и мы двигаемся дальше. Так, ну вот, мы только сейчас перешли в Лигу Сегунов. Две звездочки, 90-я позиция. То есть, берем, грубо говоря, по десятке. 10 боев это как минимум. Это чтобы перейти только в следующий ранг. Ну что, вы дадите мне 16-21? Нет? Так будете 15-20 меня кормить. Да. Ну что, берем Леонардо. Раз, два, три, четыре. Придется сегодня всех абсолютно отыграть. Да и то мы навряд ли. Мы, может быть, сегодня максимум дойдем до Лиги Мастеров 1 звездочка. Это в лучшем случае. Но ничего страшного. Завтра будет день, завтра будет пища. Мы еще продвинемся. Это уже воскресенье будет. И в понедельник с утречка, как говорится, тоже. Причем понедельник, когда у нас получается суббота. Цепло у меня. Воскресенье выходной. Понедельник выходной. И в понедельник я еще иду, делаю прививку. И вторник у меня, наверное, тоже будет выходной, если будет температура. Да. Только понедельник и вторник уже не считается. Нам нужно, друзья, до понедельника подняться. Но, опять же, повторяю, это не моя вина, друзья. Потому что вот я не мог зайти в игру. Все. Вот так вот карты легли. Вечно какой-то сбой был. Я когда в ХКР-ку играл, я вам говорил, что я не мог зайти. В игру. Вот, зашел только сегодня. Ну и, соответственно, конечно, вот пытаюсь наверстать все. Да. Подбили мы с тобой этого кабана. Ну и двигаемся дальше. 76-й. Переходим на 63-ю. Да, продвижение, конечно, очень медленно идет. Но зато дают 16-21. Возьмем здесь, наверное, Кренга. А Кренг, наверное, один не справится. Поэтому возьмем еще Змею Карай. Донни, подожди. Раз, два, три. Там 59-й, у нас 55-й уровень. Ну, в принципе, что? Карайка, ну и Кренг. Я думаю, что они тут должны справиться. Во-первых, делает Кренг свой удар лучом с технодрома. Отлично. И Крайка, надеюсь, добьет все-таки. Да. Ммм, один Олух выжил. Слава богу, Донни ролевой его, конечно, смог же подбить. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. Я, кстати, еще не помню. Мой жетон это... Блин, два дня жетонов не пофармили. Ё-моё. Да, беда. Так, давайте-ка мне 16-21. Раз вы уже давали мне столько кубков, не надо сейчас идти на попятные. Вот не надо, пожалуйста. Ты посмотри. Специально, что ли, вот. Возьмем тогда Ванька. Ванька один справится, как ты думаешь? Ну, в принципе, с базуки, если он бомбанет, они должны будут упасть. Но это не точно. Давай проверим. Так, Донни, Донни, Донни. А если мы его сейчас вот так? Замечательно. Шередер соединил два своих меча, сделал их типа катана и ее запустил. Бумерангом, ё-моё. Отлично. Все хорошо получилось. Какая позиция? 37-я. Так, давай искать дальше. 16-21. Но тут Майки, поэтому здесь я возьму, наверное, все-таки Армагона. Так, а у кого инициатива, интересно? У Майки 62-го уровня или у Армагона? Я думаю, что у Армагона. Сотого уровня. Проверим. Ну, да. Зверский. Просто, ребята, зверский удар. Ну, ты сам все видел. Он накрыл их просто с одной плюшки. Всех. Так что, двигаемся дальше. С 37-й позиции мы перемещаемся на 23-ю. И такими темпами у нас, получается, еще два поединка нужно отыграть, да? Возьму, наверное, Усаги здесь. И... Нет, Джастину не хочу. Зека возьму. Джастин будет и Зек. Остальных мы разыграем уже вместе с нашим Шредером. Остальных этих ребят. Так, ну что, давай, Зек, ходи. Ага. А все-таки инициатива у Саги получается круче, чем у Зека. Ну, если Зека тоже прокачать до соточки, мне кажется, что Зек обратно вернет... ...к себе всю силу инициативы. Ну, мне так кажется. Ну что ж, давай смотреть дальше. С 20... Какой там? Третья позиция, да? Мы переходим на 12-ю. На 9-ю. Тем лучше. Тем лучше для нас. Возьму вот эту вот команду. Рафаэль плюс Майки. Возьму здесь Джастин Архзара. И Криса Брэдфорда. Ну, сам понимаешь, что эта команда, конечно же, тут их разберет. А первым ходит Майки. Так, дальше что? Наверное, возьмем провокацию. Теперь. Блин. Теперь тоже... Ну, давай еще возьмем эту провокацию и фиг с ним. Еще бафнемся. Поехали. Ох, сейчас влетит тебе парень. И тебе тоже Доню влетит. В кого? Тогда получай. И почему-то они все прыгали на Донателло. Хотя у Архзара тоже ставила провокация. Ну, видимо, они захотели легкой смерти для себя. И Рафаэль с удовольствием им это предоставил. Ну, что, друзья мои, Лига Сегунов 3 звезды. Пытаемся дойти до Лиги Мастеров. Так, остается у нас Супер Шреддер. Так, так. Хотя, подожди. Так, так, так. Поехали. Ну, само собой, Супер Шреддер со своей Супер Атакой все должно у нас получиться. Ну, там, если что, добить чуть-чуть. Хотя нет. Инициатива у них, конечно, была лучше, чем у их персонажей. Но, так как у них по спинуру, естественно, во время своего хода они просто погибли. 79 место. Окей. Давай смотреть. Нет, ну, давайте мне 16-22 уже все-таки прилично мы повоевали. И, по-моему, я достоин получить 16-22. А они, вот, видишь, как упертые. 16-21 и все. И ни одним кубком выше. Не дадут. Ладно, буржуи. Не даете, как хотите. 62 уровень бойцов. Я имею в виду врага. Там еще Хан со своей инициативой. Опять же, уповаем на Шреддера, чтобы он повесил на них постепенно урон. А может быть, кого-то даже сразу завалил. Вообще шикарно он сходил. Смотри, 56 уровень. Не может пробить 62-й. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Вот так вот наберешь команду хилочей. Не силочей, а хилочей. От слова хилый. И будешь потом страдать. 66-е место. Так, 16-22 уже подсунули. Так, берем опять же Супер Шреддера. Я думаю, что 66-й уровень все-таки как-нибудь. Мы до 71-го, по-моему, вроде справляемся. Ну, как-то так. Но здесь уже все равно, ребята, будет опасочка. Вот, например, Бакстер Стокман. Надо его сразу валить, друзья. Иначе будет бобо. Есть, есть. Стоило только Бакстера уродить. Сплинтер, естественно, от постепенного урона тоже, ребята, пошел к праотцам. Ну что, какая там? 53-я. 53-я. 13 ступенек пролетаем, получается, да? Не дают мне 16-22. Ни при каком вообще раскладе. Вот 16-20, там 15-20. Не дают. Ладно, я потерплю. Ну что, Супер Шреддер. И уровень тут, кстати, 61-й, 59-й. В общем, слабочки. Может, оно и к лучшему. Мы с тобой, по крайней мере, так всех отыграем без особых проблем. С минимальными затратами на откаты. Ну, видишь, мне нужно продвигаться усиленно, причем продвигаться. Я не знаю, может быть, я вечером еще поиграю чуть-чуть, потому что... Ну, за кадром. Потому что надо продвигаться, ребята, к топчику. Иначе мы не получим платиновых оскоков нужным нам количеством. Так, ну что, 45-я позиция. Блин, как медленно все это идет. Очень медленно. Не хотят. Я уже и так, и сяк, и не хотят они мне подсовывать. Ладно, возьму здесь еще зека на всякий случай. Хотя, можно его и не брать. 58-й, 61-й уровень. У нас, ребята, здесь уже 60-го уровня, так что и справиться. Плюс у нас еще и муха есть, Бакстер, который может захилять. В принципе, нашу команду единственное, что майки нужно тут уронить как можно быстрее. Мы уронили абсолютно всех. Не только майки. Ну, тем паче. Так что, продвигаемся дальше. Посмотрим, какую позицию сейчас займем. Я думаю, 32-я будет где-то так. 32-я, точно. Во, наконец-то, наконец-то дали нам 16-22. Соответственно, уровень 65-й, 67-й. Но, в принципе, у нас уже, как ты видишь, 70-ники пошли. Так что уже можно расслабиться по полной программе. Погнали. Так, нам нужно... Давай сделаем вызов клан футов. И все. Я думаю, он не добьет, там придется еще что-нибудь выдумывать. Но этого достаточно было, чтобы разнести, добить. Ну, что там? Какая? 19-я? 19-я. Дай-ка я, наверное, вот этих вот ребят возьму. Супер Шреддер. Раз, два, три, четыре. Ну да, мы сегодня только максимум, я так понимаю, дойдем до Лиги Мастеров. Одна звезда. Лучшего нам все равно больше не видать здесь. Добьешь, Карайка? Красавица. Получилось у него добить своими кунаями. Вражин. Так, и смотрим. Сейчас где-нибудь шестая, пятая такая, да, позиция? Восьмая. 16-22, давай мне. Начинает опять тут фигней страдать. Ну что, это последние у нас персонажи. Так, я никого не пропустил? Что-то как-то нестандартно, да? То обычно один остается, а тут вообще у нас получается недобор. Не знаю, как так вышло. Раньше мы все время еще и откатывали. Делали несколько, там, пять или четыре отката, чтобы полностью собрать команду. А тут уже, смотри-ка, все. Идеально практически получилось. Так, зэк. Теперь шредер. Ну, отлично. Все, друзья, с аренкой на сегодня у нас закончено. Так, пойдем, наверное, фармить жетоны. Да, Лига Мастеров, одна звезда. 97-я позиция. Открываем колоду. Тут у нас змей-камьон выпал. Так, по испытаниям. Это я ничего проходить не буду. Все, у меня это есть, друзья. Платиновое. Платиновое. Ну, в принципе, платиновое можно пройти. Я тут особых проблем, так сказать, даже и не вижу. Так, минус морозильная кошка. Ну, ладно тебе, Макмана, тоже добейте. Так, переходим на вторую плавную волну. Ну, здесь у нас Эйприл, Монда Гека и Кейси. На. Да ладно, добить не можете. Не смогли не добить. Эйприл, так он, это не Кунейч, а обычную Эйприл. Эйприл у Нил. Так, здесь у нас Кирби. Шимпанзе, да? Роквелл. Ну, железоноголовый, естественно. Он взял провокацию, да? Ты видел, как граната полетела? Она полетела как-то вот так вот, по такой траектории. Она не прямо так на весе, а как-то вбок, а потом залетела все-таки в него. Ну, зачем ты делаешь это? Ну, зачем ты делаешь Армагону? Потому надо было взять вот обязательно валу и именно бросить. А так вот кусануть не мог, да? Зубки у бедного отвалятся. Так, снаряжение союзники получили. Давай смотреть, что у нас здесь. Ну, тут уже просто уровень 80. А состав команды, по-моему, прежний. Так, ну что, давай я, наверное, сделаю... Ну, что-то какой. Айсю, пусик. Нормально. Так, пулеметная дробь. Да ладно, Кирби, успокойся. Блин, взял и захилял, а. Ну, это что-то вообще ни в какие рамки не входит. У нас хила нет в этой команде, друзья. Так что... Слушай, давай тройный мукус, он нам достал уже. Этот железноголовый. И Кирби да кучу. Все. Переходим на вторую волну, смотрим, что у нас тут. Так, Тимати, морозильная кошка. Желательно было уничтожить в первую очередь морозильную кошку. Давай попробуем брусить бомбочку. Так, и остается Тимати. А Тимати тут еще выплясывает меня, а. Ты посмотри на него. Отдыхать. Так, спасая волна. Здесь кожеголовый. Я думаю, что его надо сразу заблокировать. Плюс валун. Ну и остается слэш. Отлично. Так, а вот следующее, я не знаю, ребят, следующий поединок-то. Сможем ли мы одолеть? Последний вот этот вот. 90-й уровень. Блин, тут, конечно, Змей Кавьюн 70-го уровня. Да и остальные 80-го. Ну, не знаю, попытаемся, ребят. Просто-просто попытаемся. Так, Эйпл уничтожены. Давай пулеметную дробь, наверное, сделаем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Естественно, сейчас-то на Джастина переключились, а потом попытаются, наверное, нам бомбануть. И это только первая волна. Потом, конечно же, будут браться за Зека. Готов. Так, Кирби, вырубать его надо. Последняя волна. Здесь Кунаич, Морозилка, блин. Довольно сильный отряд. Сейчас Джастина добьет, наверное, да? Сплинтер. Ну, почти что. Да что ж такое-то, а? Морозилку, наверное, возьмем, уничтожим. А этот добьет, ребят. Этот из-под тяжка взял и добил Джастина. Сосунок испугался идти на кого-либо вот из фулл-хпшек. Он пошел и добил Джастина. Да, снаряжение-то я получил. Ну что, ребят, я не знаю, или здесь фармить, или все-таки фармить будем. Где мы там девчую силу прошли полностью, да? Так, сколько у нас тут дают жетонов? 30. А смысл нам тогда здесь фармить, если мы можем вот тут вот фармить? Те же самые 30 жетонов. Тут еще возможность выловить. Кое-что полезное для нас, да? Например, вот это. Это ерунда. Это тоже ерунда. Доллары. Ну, пригодятся. 30 жетонов. Отлично. Комикс. Дьявольские мертвецы. Все. Все, друзья мои. Закончился у нас сыр. И пойдем делать, добивать, точнее, ежедневки. Так, пройти серию испытаний. Поехали. Блин, мы до сих пор еще... Я уже думал, что мы ее прошли. Ну, как бы не так. Мы еще не прошли ее, как раз-то. Серьез испытаний. Мы хотели кренга же уничтожить. Ладно, в следующей серии добьем. Так, ну что, наверное, укусик сделаем. Так, теперь гриб. Раздавили. Ну-ка попробуем. Вау, отлично. С первой подачи уничтожение. Ну, здесь желательно какую-нибудь массовую атаку сделать. Так, и все. Довольно быстро и легко прошли. Ну что, заберем и здесь награду, да? Так, поднять уровень персонажа. Опять же, ищем нашего кренга. Уровень подняли. Так, мы прокачиваем вот это, да? Сколько я помню. Значит, четыре пульта. Первый пошел. Второй. Третий. Последний, давай. Четвертый. Четыре пульта мы нашли. Все. Прокачиваем, друзья. Так, дальше нам нужно четыре геймпада. А с геймпадами будет проблема, да? Золотая каемочка, поэтому... Хотя... Вот. Хотя у Джейсика тоже золотая каемочка, но выпадает он нам чаще, да? Чем геймпад. Да, понятно. Короче, мы задание уже выполнили. Всего лишь один нашли. Прикинь. Один геймпад. И все награды полностью, ребят, забираем. Так, остается нам забрать все эти билеты на телепорт. И все. И можно будет сегодня закругляться. Так, ну что, по прогнозу сегодня Драконы-всадники Олуха. Не знаю, когда сейчас я буду играть, или уже вечером поздно. Наверное, Юрский мир. Там дальше посмотрим по желанию. Может быть, растение против зомби-героев, либо Тауэр-Конквест. Я там тоже посмотрю по настроению. А на втором канале, скорее всего, будет сегодня продолжение. Трек Ту Юми. И, конечно же, Карамоны. Как бы надо быстрее все эти игры пройти, потому что у меня там уже такой ассортимент игр, которых я хочу поиграть. Там и Эндер Лили нужно пройти. Не знаю, когда это все получится. И Метал Юнит надо, ребят, тоже поиграть чуть-чуть. Но есть еще более новенькие игры. Тоже хотелось бы как бы их посмотреть. Я прекрасно знаю, что по времени я не успею во все это поиграть. Так что начнем, наверное, с Трек Ту Юми плюс Карамоны. Как бы их побыстренько мы пройдем. А уже там определимся, что дальше нам начинать. Такс. Валим, нет? Нет. 60 уровень. Не так легко, как мы видим, он и разбирается. Так. И последний, четвертый, заключительный поединок у нас здесь. Билетов, конечно, не очень много получаешь, но все равно, ребята, хоть, как говорится, не маленечко, да? Но на халявку. Там пять билетиков, там шесть билетиков. Это уже все-таки хорошо. Для фарма самое то. Так, ну что, поехали. Ух, как мало отнимаемо. А если я, например, сам? Например, вот так вот сделаю. А он все почему-то бакстером не собирается поджечь. Не знаю, почему так к нему неровно дышит. На нем был постепенный урон. Он даже, ребята, хоть бы что, не отреагировал. Даже не отреагировал. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Надо будет, еще раз говорю, вечером попробовать еще поиграть. Там у нас откаты. Если смотреть, если смотреть именно по откатам, то у нас там, по-моему, по восемь часов, ребят. Даже девять. Девять часов. Сейчас время 11.36. То есть в 10 часов вечера я могу спокойно зайти, они будут все уже откатаны. Так, ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.